Дневной эфир телеканала Кубань24 продолжается. Вы смотрите тему дня. Спасибо, что остаетесь с нами. Уже на следующей неделе 37 кубанцев представят наш край в финале пятого национального чемпионата Обилимпикс, который пройдет в Москве. Напомню, Обилимпикс это конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Региональный отбор финалистов проходил в сентябре в Армавире на базе нескольких учебных заведений. Одним из которых стал Армавирский индустриальный строительный техникум. Мы сейчас в студии приветствуем заместителя директора по развитию инклюзивного образования, профессионального образования Армавирского индустриально-строительного техникума Марию Вячеславовну Вишнякову. Здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время. Мария Вячеславовна, вот говоря о конкурсе Обилимпикс, о котором мы еще подробно поговорим, и о том, что на вашей базе, на базе вашего комплекса проходит уже не один год. Это испытания, состязания, соревнования, конкурс. Какую роль в его проведении играет непосредственно ваш техникум и Министерство образования края в целом? С 2017 года Армавирский индустриально-строительный техникум является центром развития движения Обилимпикс. За эти годы движение Обилимпикс стало популярным. И если мы начинали с 99 участников, то прошлый чемпионат в этом году, который проходил, уже насчитывал 256 участников. Растет экспертное сообщество. То есть мы обучаем экспертов, как работать на площадке. Мы выбираем те компетенции, которые наиболее востребованы на рынке труда именно в Краснодарском крае. Но основное это наши участники. Конечно, их воля к победе, их стремление могут позавидовать даже любые люди. И наша задача это помочь им зарегистрироваться в федеральной базе, сопровождение в процессе чемпионата, помочь им продемонстрировать свое профессиональное мастерство. Но и на этом наша работа не заканчивается. Так как основной целью чемпионата является для школьников это профориентация, а для студентов и специалистов это трудоустройство. То есть каждого участника мы отслеживаем в дальнейшем о его судьбе, о его трудоустройстве. Если нужно помочь им с трудоустройством, то мы помогаем разместить их резюме на портале «Работа в России» и отслеживаем, как складывается их дальнейшая судьба. Вот о достижениях вашего техникума мы еще скажем. Но скажите, вот вся эта работа, о которой вы сказали, о профориентации, о подготовке людей к взрослой жизни, к работе, к полноценному существованию, восприятию сегодняшней жизни, действительности. Эта работа ведется в целом по краю, по стране. Этими задачами занимается Министерство образования Краснодарского края? И является организатором чемпионата. И, пользуясь возможностью, хотелось бы поблагодарить всю команду, потому что только благодаря Министерству чемпионат дарит массу положительных эмоций. И из года в год качество выступления наших участников растет. Вот, например, в прошлом году мы стали пятыми из 83 субъектов на всероссийском уровне, за что были награждены, у нас было 10 в копилке, 10 медалей высшего достоинства, за что были награждены почетным знаком, вот, Обилимпикс. И Краснодарский край был удостоен дипломом в номинации за развитие движения Обилимпикс в субъектах Российской Федерации. Всего таких знаков, отличия и дипломов было пять. И один из них мы привезли на Кубань. Ну, я думаю, что у нас еще есть за что побороться, да, на предстоящем этапе. Об этом, я думаю, мы еще тоже скажем. Но говоря о региональном этапе, который прошел в Армавире в сентябре, чем он отличался от предыдущих лет, как год от года меняется конкурс, чем он дополняется, как обновляется? Ну, он был по количеству участников самым многочисленным, да, то есть их было 256. Основной упор мы сделали на школьников, то есть мы раскрыли все компетенции для участия для школьников. И школьников соревновалось в этом году тоже рекордное количество, 88. Расширилось экспертное сообщество, 106 экспертов оценивали работу конкурсантов. 8 из них будут работать на соревновательных площадках в городе Москва, где они прошли жесточайший отбор. И уже вот на этом чемпионате они будут работать в Москве. Кроме соревновательной программы, чемпионат Абилимпикс включал культурную программу, деловую программу, в рамках деловой программы были организованы круглый стол, панельная дискуссия с представителями министерства. И деловая программа позволила раскрыть актуальные вопросы инклюзивного профессионального образования на данный момент. И чемпионат проходил в городе Армавире, и были задействованы 8 профессиональных образовательных организаций, на двух из которых были церемонии открытия и закрытия. Это красочные мероприятия. И проведены мастер-классы между тем и участниками, и победителями чемпионата Абилимпикс прошлых лет. Вот как. Ну, что касается победителей, я уже сказал, что 37. Да, 37. Блицетели Краснодарского края поедут в Москву на финал. А какие специальности они представят? Как они готовятся сейчас? Значит, всего на региональном чемпионате было 18 компетенций в разных возрастных категориях. Школьники, студенты и специалисты. И поэтому все 18 компетенций, которые были на региональном этапе, это и обработка текста традиционной, да, обработка текста, портной, вязание крючком. Добавились новые компетенции. Это дошкольное воспитание, учитель начальных классов, из IT-технологий. Это разработчик виртуальной дополненной реальности, робототехника, инженерный дизайн, информационная безопасность. Вот в этих компетенциях мы будем бороться за медали. То есть это реально востребованные компетенции, которые сегодня на рынке труда, ну, специалисты, мне кажется, просто на расхват, что называется. Да, да, да. Серьезное подспорье. Но вот говоря об инклюзивном образовании, раз уж мы начали, расскажите о такой, может быть, если все-таки считать чемпионат Обилимпикс, это таким важным событием, то о повседневной работе. Сколько сегодня студентов с ограниченными возможностями здоровья обучаются в вашем колледже? В нашем техникуме учатся 37 студентов с ограниченными возможностями здоровья. Уникальным стал этот год. Мы впервые набрали 15 человек с нарушением слуха. Конечно, мы могли бы для них открыть отдельную группу, но у нас пришли студенты, которые в рамках профориентационной работы выбрали разные направления и разные специальности. Среди наших специальностей востребованными оказались технологии деревообработки, электромонтажник, исполнитель художественно-оформительских работ, мастер отделочных и строительных работ. И тогда мы решили, что эти дети будут учиться в инклюзивных группах, то есть вместе со всеми, наравне со всеми. Таким образом, у нас 15 первокурсников, обучающихся с нарушением слуха, обучающихся в нашем техникуме, не в отдельных группах, а вместе со всеми, в инклюзивных. Ну, результат, что называется, не заставил себя долго ждать. Я думаю, что многие ребята отмечают успех в учебе и в образовании, именно когда проходят образование в таком инклюзивном формате. Возвращаясь к теме конкурса, давайте пообщаемся по телефону со студентом Мармавирского юридического техникума. Роберт Ачатрян на связи с нами. Он финалист конкурса «Обилимпик» с компетенцией предпринимательства и поедет представлять нашу региону Москву. Роберт, добрый день. Ну, здравствуйте. Спасибо, что выходите на связь с нами. Расскажите, тяжело ли было на нашем региональном этапе, через что пришлось пройти и как вы к этому подготовились? Ну, в первую очередь, хочется сказать, что в любом чемпионате и на любом этапе участвует достаточно тяжело. Всегда присутствует жесткая конкуренция. И в процессе подготовки к региональному чемпионату я изучал очень много нужного материала, и поэтому я смог себя показать и победить на региональном этапе. Впереди финал национального чемпионата, национального этапа. Расскажи, какие усилия прикладываешь уже сейчас, чтобы через неделю показать свой лучший результат? Ну, я изучаю очень много материала в плане менеджмента и также экономики, экономики организации, потому что это напрямую зависит. Потому что это очень сильно важно в моей компетенции предпринимательства. И я надеюсь не ударить грязь лицом. Ну, мы чего тебе и желаем, Роберт. Все-таки говоря об образовании, о выбранной тобой профессии и, конечно, об участии в конкурсах и в региональном, и национальном этапах. Что дает тебе вот это участие, какого эффекта ты ожидаешь и как в будущем видишь себя в роли предпринимателя, раз уж выбрал эту компетенцию? Ну, Абилинфикс предоставляет мне возможность показать свои навыки в различных компетенциях, в различных сферах жизни. И все это всегда мне пригодится, даже предпринимательство. Я изучаю очень много нужного материала, и я могу реализовать и использовать его даже в своей специальности, на которой обучаюсь. Но, как я вижу себя в качестве предпринимателя в будущем, мне кажется, что у меня есть хорошая возможность и хорошие шансы показать себя. Мы не сомневаемся нисколько в этом, Роберт. Спасибо большое. Будем ждать твоих результатов и с радостью рассказывать о них. На связи с нами по телефону был Роберт Ачатрян, студент Армавирского юридического техникума, финалист конкурса Амбилинпикс. Возвращаемся в студию. Мария Вячеславовна, говоря об оснащении колледжа, понятно, что для образования, для образовательного процесса людей с особенностями развития, с особенностями возможностей здоровья, должно быть наверняка и оснащение соответствующее. Так ли это, и как в этом смысле оснащен ваш техникум? Ну, наш техникум пытается идти в ногу со временем, и ему это удается. Мы участвуем во всевозможных, принимаем участие во всевозможных грантах и краевого, и всероссийского уровня. И с 2019 года мы стали базовой профессиональной образовательной организацией по развитию инклюзивного образования в крае. И таким образом нам удалось закупить необходимое оборудование для людей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Все оборудование является переносным, что позволяет в любой аудитории организовать рабочее место для студента с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 15 аудиторий техникума оснащены видеокамерами, моноблоками, акустическими системами, что позволяет создать эффект онлайн присутствия студента на уроке. То есть, если по каким-то причинам, по состоянию здоровья студент не может находиться на занятии, то он может подключиться с помощью интернета к уроку и присутствовать на занятии. Он видит весь класс, он слышит речь учителя, речь, ответы учеников, полноценно участвует в уроке. Но удаленно, да? Да, но удаленно. Это еще одно преимущество, которое, мне кажется, опять же таки дает свой результат. Но что касается высоких результатов, эффективности, показателей, наверняка большой вклад в это вносят и кадры. Преподаватели, я имею в виду. Расскажите о людях, которые занимаются непосредственно со студентами. Да, вы совершенно правы. Здесь как бы уникального рецепта такого нет, но во всем нужен индивидуальный подход. То есть, если ты находишь к студенту индивидуальный подход, найдешь, чем замотивировать его, то результат не заставит себя долго ждать и целеустремленности этих людей позавидует любой человек. Но кадры, вы совершенно правы, решают очень много. Наши учителя, наши преподаватели прошли курсы обучения, курсы повышения квалификации. И на данный момент все преподаватели имеют курсы, которые позволяют им работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. А что касается предстоящего финала, вместе с нашими участниками, студентами, кто еще поедет, может быть, от вашего техникума и вообще от Краснодарского края, как наставники, как жюри, как тренеры, как вы уже сказали? Значит, наша делегация насчитывает 37 участников, но в составе делегации нас 82 человека. То есть, такая мощная поддержка наших участников. Это серьезная, да. Поэтому мы будем переживать за наших участников и тепло их поддерживать во время соревнований и награждения. Поддержка им поможет. Но возвращаясь к вопросу кадров, давайте пообщаемся по телефону с руководителем Центра переподготовки и внебюджетной деятельности Института развития и образования Краснодарского края. Наталья Борисовна Рязанова на связи с нами. Наталья Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Говоря о подготовке и даже, может быть, переподготовке кадров для инклюзивного образования, для образования людей с ограниченными возможностями, какая работа сегодня ведется в Крае и как в этом процессе участвует Институт развития и образования? Работа в Крае ведется очень активно. Институт развития и образования участвует самым непосредственным образом. Ежегодно у нас проходят переподготовку более 250 человек, по разным направлениям, именно касающихся работы в письме с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть несколько программ. Это программа дефектология, после обучения, по которой слушатели получают квалификацию, такую как учитель-логопед, либо олигофрена-педагог, либо стурда-педагог. Также у нас есть программа специальная педагогика в образовательных организациях. Те, кто обучился по этой программе, могут работать с детьми в образовательных организациях, с детьми в ООЗе. Мы обучаем в детьми в образовательных организациях. Но в данный момент, например, у нас учится группа в Майкопе по направлению специальная педагогика в образовательных организациях. Две группы в Грозном мы выпустили в прошлом году по направлению сурда-педагогика. Спасибо большое. Наталья Борисовна Рязанова была на связи с нами, руководитель Центра переподготовки вне бюджетной деятельности Института развития и образования Краснодарского края, которые, в общем-то, и занимаются подготовкой и переподготовкой специалистов для работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья. Ну и возвращаясь в нашу студию к теме национального конкурса, финала, на который поедут 37 представителей Краснодарского края, я имею в виду участников, и, как мы уже выяснили, более 80 в группе поддержки в общей сложности. Мария Вячеславовна, расскажите, как будет отличаться федеральный финал, федеральный этап от нашего регионального? То есть, насколько тяжело придется участникам и рассчитываем ли мы на призовые места? Мы, конечно же, рассчитываем на призовые места, но загадывать не будем. Здесь будут свои сложности, потому что национальный этап проходит на открытом пространстве. То есть, это 75-й павильон ВДНХ, где любой желающий зритель, сопровождающий может смотреть за работой конкурсантов, что, конечно, немного сбивает наших участников, но и не только наших, мы все в равных, одинаковых условиях. Ожидается большая деловая программа, ожидается тех победителей, которые едут с нами, для них будет организована культурная программа, это экскурсии по Москве, встречи с интересными людьми. То есть, мы ожидаем не только соревновательную часть, на что мы надеемся, на победные и призовые места, но и едем за положительными эмоциями, за опытом, за теплыми дружескими отношениями, которые уже у нас завязаны на протяжении трех лет проведения чемпионата. Ну да, опыт уже есть и знаем, к чему готовиться. Но все-таки последний вопрос, Мария Вячеславовна, говоря об эффекте, который приносит и конкурс чемпионата Билимпикс, и вот эта работа по инклюзивному образованию, о которой мы сегодня рассказали. В конечном счете, к чему мы приходим, каких целей, показателей достигаем в масштабах края и для системы образования, и, конечно же, для будущего ваших выпускников? Мы делаем это в первую очередь для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь если человек, который сидит дома и в замкнутом пространстве, и боится показать свои умения, личным примером тех наших участников, наших чемпионов, мы хотим показать, что не бойтесь выходить. Ведь Россия – это страна возможностей. Используйте эту возможность и проявите себя, покажите свое мастерство, еще не поздно начать профессиональное обучение и быть социализованным в этом мире. Спасибо большое за вашу работу. Желаем успеха вам и вашим студентам, конечно, всей команде Краснодарского края, которая представит Кубань на финале пятого национального чемпионата Обилимпикс, который пройдет в Москве уже на следующей неделе. Будем следить обязательно за вашими выступлениями. Я напомню, у нас в студии была Мария Вячеславовна Вишнякова, заместитель директора по развитию инклюзивного профессионального образования Армавирского индустриально-строительного техникума. Спасибо вам большое. Ну а наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами. Скоро продолжим.